Ютербок, дамы, 12 июня 2019 года. Это казарма. Здание казармы войсковой части 01571, дай бог памяти. Попасть на её можно только через подвальное помещение, поэтому мы начинаем видео здесь. Давайте в окно заглянем, а здесь вход. Вот тут вход под козырьком. Вот посмотрим по сторонам. Мы посетим с вами сейчас подвальное помещение. Там более-менее что-то видно. Сориентироваться можно. Это на второй этаж подъём. Вот здесь вход был с этой стороны. И там же подвальное помещение с левой стороны. Вход в подвал. Как бы там ничего не видно. Вот фонарь включаем свой хвалёный. Мы оттуда спустились. Вот тут вход, который под козырьком. Сориентировались, где мы. Ну, давайте для полного счастья здесь посмотрим. Вот тут сейф. В подвальном помещении размещался командный пункт. Я могу ошибиться. Может быть, не командный пункт. Но мы посмотрим. Сориентируемся потом. Это здание штаба. По-моему, штаб этот здесь размещался. В войсковой части 015-71. Вот ещё выход. Идём в подвал. Выходим. Вот если бы мы зашли здесь, сразу можно подняться на этажи и спуститься в подвал. Вот. Спускаемся. Что уж это было. Что-то сигнализации, видимо, связано. И вот мы зашли налево. По калидору посмотрели. И направо сейчас зайдём. Видимо, маленькие эти комнатушки были. Подсобные. Комнаты. Вот здесь ещё. Что-то. Нечто коммутатора. Или. Это ещё. Очень старое. Старое оборудование. Как бы ещё не кайзеровский фрейм. Мы здесь бывали с вами ранее, но видео мы не делали. Не получилось. И не довелось. Вообще всё закрыто. Вот если мы зайдём сразу, и налево вот это помещение. Довольно приличных размеров. Тут что-то, я помню, комментировали участники группы. Здесь было оборудование всякого рода. Франшетисты сидели. Или несли, несли боевое дежурство. Да. Да, это всё. Штаб. Поисковой части 015-71. Довольно сухо здесь. Вот это помещение, которое мы смотрели. Посмотрели. Попробуем выйти во двор, на улицу. Отсюда. Вот здесь мы зашли. Это на выход. Может, пойдём сейчас в эту сторону. Правда. 85-й год. Да, 85-й. Куда уж тут посутиться. Работали. Здесь работали деды. Декабрь. Извините, 25-го. Может, прочтём. Потом. Весна. Работали деды. Там две. Здесь, например, некоторое приказо. 81-й. Ну, видимо, день. Богу наш. Фонарь нагревается без перчаток. Это всё. Мы ходим в подвальное помещение. Всё-таки прочитать хочется. Попробую потом сделать фото, если вернусь сюда. Вот сюда мы дальше идём. Вход у нас за спиной. Тут двери все эти, нищие. Тут двери металлические. щит. Видимо, тут было реле. Видимо, реле было. И вот потихонечку мы выходим в общий калидор. Да, общий калидор. Вот он. Ходить только с фонарём. Только в нормальной обуви, если кто-то пойдёт сюда. И вот на выход. Вот фонарь. Нагрелся мой фонарь. Выключаем. Вышли. Вышли. Чему я несказанно рад. Замечательная солнечная погода. Вот мы здесь ходили по подвальному помещению этого здания. Вот тут дверь закрыта. Вот. Мы там заглядывали в неё. Вот мы оттуда вышли. Вот тут из подвала все двери закрыты. А тут место отдыха. Или же курилка. Вот тут видно столбики. А вот это здание. Сверху пункт. Или... Не могу сказать, что это. Наблюдательный пункт, давайте скажем. А участники группы Alpeslager поправят. Или мои подписчики на ютубе. Вот мы посмотрели с вами сегодня. Посмотрели. Я сегодня здесь не один. Кто заметил, не заметил. Вот мы посмотрим, как всё заросло. Конечно, этого не было. Не было таких зарослей. Это лес тут настоящий вырос. Да, вот. Благодаря этому человеку мы попали сюда. Это прибежище или гнёзда. Творечники не скажут. Для летучих мышей. Для летучих мышей обосновались. Для них делаются. Ну вот, в общем-то, и всё. Посмотрели. Обошли ещё чуть-чуть. Попробуем сейчас зайти ещё в штаб другого подразделения, которое у КПП налево. А, 042. Чё-то я забыл. Где-то у меня записано было. Вот тут мы обошли. Вон там ход в центре. Мы хотим посетить ещё с вами. А, войсковый штаб 42059. Мы попробуем это сделать. Всё доброе, до новых встреч.